История нашей Великой Родины История Евпатия Коловрата связана с одним из самых трагичных эпизодов истории Руси, монгольским нашествием. Вторжение монголов на Русь началось в конце 1237 года. Первым под каток Батыя попало Рязанское княжество. Князь Юрий Игоревич отправил своих людей с просьбой о помощи князьям Владимирским и Черниговским. Именно в Чернигове находился в это время Евпатий Коловрат. Здесь его и застала весть о гибели Рязани и смерти князя. Бросился Евпатий вдогонку за войсками татар и бился не на жизнь, а на смерть. В неравном бою погиб Боготырь и его воины. Считается, что восхищаясь храбростью Евпатия Коловрата, а также в знак уважения его мужеству, Батыя отпустил захваченных в плен ранеными рязанских воинов из его отряда с телом убитого Витязя, чтобы они похоронили его согласно своим обычаям. Легендарный герой. Легендарное я не случайно это слово использую, потому что все-таки, если мы имеем дело с этим персонажем, то это в принципе человек, про которого до сих пор ведутся споры, существовал он на самом деле или нет. Мы о нем знаем из повести «Разорение Рязани Батыем». Но тут какой момент, эту повесть нельзя считать летописным произведением, нельзя это считать действительно таким адекватным историческим источником. Это больше такой литературный, наверное, памятник, чем летописный, поэтому споры ведутся до сих пор. Существовал этот человек, не было его, может быть, это какой-то собирательный образ. Памятник Евпатию стал одним из мест паломничества для тех, кто почитает историю русского воинства. Памятник появился здесь в 2007 году. Скульптор наш, рязанский скульптор Олег Седов. Памятник, вообще, если так вот придираться, памятник должен был расположен быть, конечно, на старой Рязани, не здесь, не в Переславле Рязанском. Но, тем не менее, выбрано было это место. Памятник очень такой экспрессивный, мне лично нравится. Туристам нравится. Лазаревское кладбище, прежде всего, считается воинским, ведь захоронение здесь делали с 1812 года. Солдаты, погибшие во времена Отечественной войны 12-го года 19-го столетия, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 года, в основном и составляют большую часть истории Рязанского некрополя. При этом Лазаревское кладбище когда-то находилось не только за чертой города, но и вблизи военного госпиталя. Неподалеку находится школа номер 3, где когда-то был госпиталь. И умиравших от ран хоронили тоже здесь, на Скорбященском кладбище и здесь. И был создан клуб «Красная гвоздика» в школе номер 3, которые устанавливали потом связь уже по прошествии многого времени с потомками тех воинов, которые, умирая от ран, были похоронены здесь, на Лазаревском кладбище в Рязани. Само кладбище в годы Великой Отечественной войны в период с 1942 по 1943 годы было одним из оборонных рубежей. Доску-мемориал, посвященную тем событиям, можно увидеть на каменном ограждении вблизи одной из башен Рязанского некрополя. Ее в память о защитниках Рязанской границы установили в 2018 году. Конечно, среди воинов, захороненных здесь, каждый заслуживает благодарности за службу Отечеству. Однако биография отдельных героев, по мнению специалистов, особо примечательная. Например, здесь покоится Дмитрий Иванович Купцов, который связал всю свою жизнь с авиацией и совершил на своем штурмовике порядка шести полетов, сохранив при этом жизнь. Воевал он на таком, летал он на таком аппарате, на таком военном самолете, который считался могилой. То есть награждали сразу, кто совершил хотя бы один полет на нем. А если два полета совершили и остались живы, потому что очень был подвержен нападению и не просто нападению, технические характеристики такие были, что летчики просто не выживали там, погибали вместе с машиной. Похоронены на Лазаревском кладбище и военные корреспонденты. Среди них Юрий Иванович Забродин, который практически на протяжении всех военных дней вел дневниковые записи, которые впоследствии были переведены в электронный формат. Фронтовые дневники, солдатские письма, каждая в отдельности и все вместе. Это особая летопись Великой Отечественной войны. Именно в них сокровенные мысли и настоящие переживания тех, кто эту войну проходил. Очень интересные моменты, потому что его брат Павел Иванович Забродин сражался как раз в первый год войны. Он был политруком, комиссаром, а в нашей области он возглавлял областную комсомольскую организацию, но пошел на фронт и погиб в первые годы как раз в той дивизии, которую мы все называем Памфиловскую. Новых захоронений на Лазаревском кладбище не делают уже давно. Но вот за старыми могилками ухаживают не только родственники усопших и смотритель кладбища, но и волонтеры региона, люди, для которых исторические и культурные святыни Рязанской земли не просто звук. Михаил Скобелев – прославленный русский полководец XIX века, известный как Суворову равный или Белый генерал. За свою короткую жизнь, прожил он всего 40 лет, он участвовал в 50 военных операциях. Все они были успешными. Великий военачальник и стратег Михаил Скобелев пользовался невероятной популярностью в войсках. Хотя его жизненный путь закончился рано, в 38 лет свои военные таланты он проявил в полной мере. Освободитель Болгарии от многовекового турецкого ига. Участник битвы на Шибкинском перевале. Взятие плевны. Ахалтикинская экспедиция, которая привела к установлению мира в закаспийских владениях Российской империи. Работы, которые так или иначе отражают время полководца, людей, которые его окружали, пейзажи, которые он видел. Мы представляем время, эпоху. И действительно, когда проходишь по этим залам, представлено более полусотни произведений искусства, подлинных, естественно, то ощущаешь вот ту атмосферу, которая окружала тогдашних людей, те политические моменты, с которыми сталкивались в том числе и генерал Скобелев, его участие в Среднеазиатских походах, в Балканских войнах, его роль. Ярчайшим экспонатом выставки специалисты единогласно называют полотно художника-баталиста Евстафия Коцебу генерал Скобелев в бою сражения при Куартане, посвященное деду Михаила Дмитриевича и впервые представленное после реставрации. Этот шедевр долгие десятилетия хранился в фондах Рязанского Кремля. Если вот так углубиться в историю, вообще создание этой картины, тот же Александр Евстафьевич, он получил заказ на несколько подобных картин, в числе которых это значилось. Это примерно 1870 год был. Поручили ему, по-моему, пять полотен написать, он написал в итоге три, в том числе и этот. И самое главное, что интересно потом было, что в каталоге живописного армитажа государства за 2017 год значилось, что местонахождение картины неизвестно. В 2019 году доктор искусствоведческих наук сотрудник армитажа Дмитрий Люгин приезжал в Рязань, увидел картину и оценил ее по достоинству, что и стало толчком для последующей реставрации. Более полусотни произведений, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 19 века из фондов, а также для посетителей представлены листы из альбомов литографии «Туркестан» и «Горная бухара», созданных в первой половине 20 века крупнейшим художником эпохи модерна Павлом Кузнецовым. И картина Полидора Бабаева «Умирающий солдат» передает спасенные им знамя товарищу. Последнее по времени создание, к тому же единственное в фондах музея непосредственно изображающее полководца, бронзовая скульптура генерал Скобелев 2011 года Николая Иванова. Выставка будет работать до ноября этого года. В Рязанской области на базе регионального отделения патриотического движения «Бессмертный полк» работает музей Великой Отечественной войны. Все артефакты в основном были найдены на местах сражений во время раскопок. Сами поисковики не только помогают обрести имена неизвестным солдатам, но и охотно рассказывают про своих родственников, героев времен Великой Отечественной войны. Мой папа уроженец Захаровского района, села Плахино, родина Александрова. Он родился в 1925 году и в ряды Красной армии был призван в феврале 1943 года. Весь промежуток времени он проходил службу на Дальнем Востоке, на пограничье с Китаем, которое было по части временно оккупировано. Обстановка, как он писал, была сложная. Разные ситуации были такие тяжелые, когда и диверсанты проходили, еще что-то. То есть он рассказывал, что мы так же рисковали жизнью, как и на фронте. В августе 1945 года, когда началась война с Японией, Владимир Барашин принимал участие в боевых действиях в должности командира зенитного расчета. Своему сыну он не раз рассказывал о том, как война сплачивала народы. Так в сражении с Японией китайцы всячески помогали русским бойцам, отдавая последнее. Впоследствии Владимир получил награду за боевые заслуги и медаль за победу над Японией. В семье члены редколлегии патриотических изданий воевавших родственников вспоминают не только в День Победы. Совсем недавно в ходе архивных исследований об одном из них стало известно чуть больше. Дедушка, вот мои супруги, его судьба долгое время была не установлена. Он считался пропавшим без вести. И родился он в 1902 году в Касимовском районе. Есть такое местечко Лашма. У него было семь детей, и он уходит на фронт. По всей видимости, добровольцем. До этого года жила такая легенда, что дедушка-то вернулся, но с войны. Но в семью почему-то не пришел. Многие, конечно, этому не верили. Он любил своих детей, семь человек. И секрет раскрылся очень просто. В документах лагерных он был отмечен не как Лопушков, а Латмушков. По всей видимости, он скрывал свою партийность. То есть коммунисты, они уничтожались в первую очередь. С 1942 года он находился в разных германских лагерях. И такие находки в бессмертном полку происходят регулярно. Поисковое движение России – самая крупная организация, которая занимается полевой и архивной поисковой работой. Региональные отделения открыты в 84 субъектах нашей страны. Кстати, наши рязанские поисковики совсем недавно вернулись из Смоленска. А это значит, что на музейных стендах совсем скоро появятся новые экспонаты. И все-таки главное в приближающемся дне победы – это ветераны. И для этого в спецрепортаже мы решили взять интервью сразу у участников нескольких военных конфликтов. Мы поговорили с ветераном Великой Отечественной войны, ветераном чеченской компании, а также ветераном специальной военной операции. Александр Шумкин – ветеран Великой Отечественной войны. Вес его кителя со всеми наградами – 3 килограмма. Отдельные учебно-стрелковые роты. Стал нас опрашивать, у кого там такое образование. Я сказал, ну у меня 9 классов получается. Он говорит, ну ладно, пойдешь, минометчиком будешь у нас. Александр Шумкин на фронт попал в 17 лет. В военкомате соврал, что метрики свои потерял и, дескать, уже совершеннолетний. Парню поверили, направили в учебку. Правда, учился он не на минометчика, а на авиационного моториста. Через 5 месяцев в 44-м отвезли в часть. Там Александр Шумкин заболел ТИФом. Так, собственно, в минометчике и попал. Я сначала плиту, так сказать, третий номер. А потом ствол. А потом уже к концу там сказал командир роты Петренко, будешь командиром миномета вращать. Миномет такой разбирался на три части. Ствол, который весил около 20 килограммов. Двунога, тоже двадцатка. И опорная плита, которую и носил Александр Шумкин. Она весила больше, 22. Сейчас ветеран шутит, он говорит, дали плиту, потому что самый молодой был. Однако дослужился он до старшего сержанта. Звание дали, перепрыгнув через одно, с младшего. Настолько хорошо выполнял боевые задачи. Стреляли мы, а там откуда мы знаем, как, на какой там результат. Говорят, что пошли вперед. Ваша стрельба помогла тоже все. Но воевал, однако, Александр не только с минометом. За мной был еще закреплен пулемет Дегтярева. И иногда я выходил с пулеметом. И у меня есть характеристика в деле. Там несколько, десяток больше я уничтожил из пулемета. Это еще Александр Шумкин лукавит. Во время боя он уничтожил 17 гитлеровских солдат и офицеров. Отстреливались три дня. Да, было тяжело, вспоминает ветеран, но думали они не о себе. Знали солдаты, что от них зависят жизни многих людей. За боевые заслуги мне не дали. А вот какие у вас награды за Великую Отечественную? За орден Отечественной войны две медали за боевые заслуги. Вот, все. А это фронтовые там. А еще орден за выполнение социального долга. Были и ранения. Сам, говорит, не понимает, как так вышло. Ладонь ранила. То ли осколком, то ли взрывной волной. Смеется, говорит, в санчасти зашили, даже шину не накладывали и отправили обратно. Командир только разнарядил на кухню, чтобы рука восстановилась, а после снова в бой. Александр Шумкин в составе 1-го и 4-го украинских фронтов воевал за освобождение Польши и Чехословакии. Победу он встретил под Прагой. Под Прагой уже нам сказали, 4-го числа, мая, сказали, война закончилась в Берлине. Под Песнах. Мы стреляли из всех видов оружия. Кто с пистолетом, кто с автоматом, кто с карабином, кто с ракетницей. Войну Александр Шумкин начал рядовым. Сейчас он уже полковник. В 52-м окончил Горьковское военно-политическое училище, танковый факультет. А в 62-м военно-политическую академию имени Ленина. Сейчас ветерану 98 лет. Пришла телеграмма из Москвы, что 9-го декабря быть на базе спецназа «Вега», быть там на базе и готовыми выехать в командировку. Ну, что мы сделали? Мы в течение двух часов собрались очень быстро и автобусом выездились уже в Москву. На базу, где нас, в общем-то, ждали. Потом Моздок, оттуда страница Знаменская. Там Олега Лагуткина назначили командиром сводного отряда СОБР. Это Орел, Тверь и Рязань. 28 декабря получили приказ выдвинуться под город Грозный. Это та территория, где остались разоренные заводы. Перед тем, как еще туда уже выходить, пришлось, так сказать, находиться вот в этих... Ну, где-то ночевали в буртах зерновых. Позже, на следующий день мы там обнаружили, конечно, растяжки. Гранатные растяжки. Там порядка шести гранат было. Да, как мы там их не задели, это уже, кажется, Господь Бог нас, так сказать, отвел от этого всего. Ну, в общем-то, все сделали там, все разменировали. И получили приказ уже. Работали мы. Мне приходилось контактировать непосредственно с дивизией Дон-2. Это дивизия особого значения, Краснодарская. В общем-то, по 31-го числа мы получили приказ на штурм Грозного. До этого дня гражданским дали зеленый коридор. Три дня, чтобы покинуть город. Покинули, однако, не все. Первый штурм Грозного прошел достаточно, ну, скажем так, ну, я бы сказал, неудачно. Вернулись опять на земную базу, ну, ждали там конкретных дальнейших указаний. Дальнейшие штурмы, они, как бы, таких вот значительных успехов тоже не принесли. И приходилось уже, как бы, так уже просачиваться группами и так далее. То есть, вести там уже приказы. Там военные по своему направлению работали, мы по своему. Самое сложное, говорит Олег Лагуткин, это городские бои. На совещаниях он предлагал конкретные предложения, как командир сводного отряда. Город, говорит он, это сложная крепость. Бои шли достаточно жесткие. Жесткие, там за каждый дом, за каждую улицу много было. Ну, и потери, конечно, были, естественно, вопросов нет. Поэтому здесь вот, я бы сказал, вот эти вот бои, контакты с боевиками, они, конечно, были достаточно, скажем, такими жесткими. Однако, говорит Олег Лагуткин, человек привыкает ко всему. Ему приходилось возвращаться в Знаменское, брать технику и возвращаться в Грозный. И шутишь, что едешь будто по родным улочкам. Маршруты знакомы, хоть и пули свистят, и едешь под обстрелами. Наверное, главное в этих событиях – это понять все-таки ту необходимость, наверное, которая, в принципе, возникает. Наши ребята понимали, что это подразделения, которые нацелены на эту работу. То есть, они готовы были, соответственно, тактические, так сказать, специальная подготовка была на уровне, были подготовлены. С оружием владели, можно сказать, в совершенстве. Снайперские группы тоже работали достаточно эффективно. Поэтому, наверное, такое положение, которое на тот момент было, оно было вполне контролируемым и рабочим. Главное – это привыкнуть к ситуации. Главное – понять, дать и заставить себя привыкнуть к этим сложностям, которые есть. И сделать их, скажем так, обыденными, нормальными, рабочими. Вот это самое главное. Некоторым, может, это не удается, поскольку это необычно все. Если семенная база была, мы там, скажем так, сквозненькие кругом, мы до синивы доходили. То есть, у нас кожа была синей просто. Но ничего вроде, никто не болел. Самое интересное, что я почему говорю, что главное, чтобы привыкнуть, чтобы адаптироваться к этим условиям. И тогда, наверное, будет все как-то относительно комфортно, я бы сказал. То есть, выполнять поставленные задачи. Тактика зависит от противодействия, говорит Олег Лагуткин. В зависимости от сил и вооружения врага менялось и количественный состав бойцов СОБР, и вооружение. Ко всему надо быть готовыми. Олег Лагуткин рассказал, что при планировании операции никогда не останавливался на одном варианте действий. Минимум три. Продумываются не только наступательные действия, но и отход. Главное в этих моментах, я считаю, что это важно очень, это оперативное мышление. То есть, оперативное мышление командира, который должен четко, быстро сориентироваться, передисластировать свои, в общем-то, подразделения и работать, в принципе, в дальнейших условиях. Благодаря четко поставленным задачам, оперативному мышлению на тренированности бойцов главную задачу выполнили. При штурме Грозного в сводном отряде СОБР погибших не было. Среди ваших наград есть награды за Чеченскую войну? Да, вот мой орден как раз. Это объемные, скажем, эти награды, они объемные. Это не только, допустим, за какую-то конкретную операцию. Это может быть и за большой объем работы. Вот я, например, вспоминаю, это от Знаменской, поскольку приходилось, мне контактировали очень много, вспоминаю, штурм Грозного. Вывод, чтобы люди все целы остались. Вот это так вот. Меня к этому ордену представлял генерал Батурин Борис Никодимович. Это командир российский СОБР, генерал-майор. Именно там, в Грозном. То есть, мы были на консервном заводе, и он, в общем-то, подписывал сам лично. Сейчас, в наши дни, Олег Лагуткин в Грозном не был ни разу. Говорит, интересно было бы съездить, посмотреть, как сильно все изменилось. Взглянуть на маршруту, по которым ездил в далекие 90-е. Хочется, говорит, посмотреть, как сильно изменился город. И как спокойно и красиво в нем сейчас. 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция, ну, как бы, ждал-ждал, повестка не приходила. Долгое время. Потом поступило предложение как раз от БАРСа, это БВА Армейский резерв страны, пойти добровольцем. Хочется добровольцем. Я, да, почему нет, согласился. И мы в составе ребят выдвинулись в город Новочеркасск. Законтрактовались там с войсковой частью. И уже в октябре месяце, отставить в ноябре месяце, мы уже выдвинулись в зону специальной военной операции. Виктор Кучеренко попал в сводную казачью бригаду ДОН батальон Листень по распределению артиллерия. В далеком 2005-м, собственно, артиллерийское училище и закончил. Так что для него это было не в новинку. Мы работали по системе кочущего миномета. То есть, как бы, командир определяет тактику, как мы должны воевать. Допустим, пришла у нас координата по цели, мы двигаемся за данный квадрат, выставляем миномет, отрабатываем по данной цели, быстренько, как говорится, скоропостижно уезжаем оттуда. У них же также работает контрбатарейная борьба, чтобы нас, как говорится, не засекли, потому что уже, я вам скажу по личному опыту, через 7 минут летит обратно. То есть, да, надо быстро приехать, скорректироваться, отстреляться и, как бы, уехать незамеченно. В то же время. Так что в тот же момент, там и птички, и дроны летают. То есть, как бы, все это скрыто. Миномет был из трех составляющих. Плита, тренога и труба. Когда Виктор Кучеренко только пришел, стал наводчиком миномета. После окончания контракта старших товарищей, бойцы занимали их должности. Так Виктор стал командиром орудия 120-мм миномета. Адаптировался, говорит, за три дня. С первым прилетом. Вообще, на фронте у них есть устойчивая поговорка. Говорит, стоишь 200, сидишь 300, прилег. Хорошо. Так и служили. А когда передвигаешься, добавляет Виктор, то один глаз смотрит на землю в поисках растяжек, а другой в небо в поисках птичек. Пришло, как бы, координат по цели, выдвинулись в заданный квадрат, разложились, и птичка нас, как бы, скорректировалась, и увидел, что мы, как бы, начинали, и начал по нам работать гаубец-трисемерки. Как бы, как все обозвали, три топора. Вот, я, как бы, этот звук я никогда не забуду. То есть, там даже не то, что земля ходуном заходила, там деревья плясать начали. То есть, там прилет был такой хороший. Ну, ничего. Вот, как говорится, голова зашумела. Ну, ничего. С Божьей помощью. А вот быт, вспоминает, организован хорошо. Да и то грех жаловаться. Приходила и гуманитарная помощь, и письма от детей. Ими, вспоминает Виктор Кучеренко, была увешана вся стена. Одно особенно памятное он сохранил себе. Так сказать, было своеобразным талисманом. У сослуживцев, однако, были свои. У меня, допустим, командир подразделения, позывной медведь был. У него был мишка-талисман. Да, мишка, прям вот реально мишка-талисман. Кто-то, допустим, приехал из дома, вот с юга у меня со мной тоже малый служил. У него орех с собой был. Ну, орех, обычно орехов. То есть, он с ним постоянно ходил. То есть, были какие-то, конечно, талисманы, какие-то там фотографии, там, близкого, там, всегда в кармане. Обязательно икона должна быть, это обязательно была. После окончания контракта вернулся в Рязань. Все взвесил и решил помогать бойцам отсюда, с тыла. Стал заместителем руководителя по общественным проектам филиала фонда «Защитники Отечества» по Рязанской области. И помогает другим ветеранам специальной военной операции. Ребятам, которые мужественно встали на защиту Отечества. Я думаю, что, конечно, наша, наша вот родина, наше государство, да, оно полно этих героев. Когда коснется вопрос, вот, когда вот надо встать на защиту, и такие люди появляются. Они есть, и я думаю, что вот это и есть большая ценность, что ли, да, вот именно ценность в нашем людском, вот этом, скажем, как сказать даже, в людском ресурсе, что ли. Ну, ресурс, как бы, это такой промышленно-производственный, так сказать, да. Вот именно, да, таких вот людях, отважных, в общем-то, действительно любящих свою родину и так далее. То есть, я думаю, что вот поэтому Россия, она и непобедима. Уважаемые рязанцы, поздравляю всех от души, от фонда «Защитники Отечества», от ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Хочу поздравить с Днем Великой Победы. Днем Великой Победы.